здесь нас видно давай подвинешься чтобы тебя тоже было видно вот мы сегодня вдвоем будем готовить когда ты будешь попадать в камеру на тебе тоже будет привет на тебе тоже будет такая коробка прикольно всем привет у нас сегодня эфир посвящен овощным вкусняшкам это полезные на маске для хлебушков я сейчас все вам расскажу вести мы будем с лизой из помощи и будем для эфира использовать мои масочки вот мы сегодня решили с такими коронками быть да с макияжиком с коронками ну как тебе будет это ну-ка если ты попадаешь в камеру о теперь лизка ну лиза захотела быть сегодня принцессой классно да и поэтому мы выбрали такую масочку я наверное следующую маску с коронками сделаю на два лица или на три лица чтобы у всех кто попадал в экран у всех появлялась коронка можно даже на четыре можно даже на четыре да в следующий раз я обязательно сделаю для того чтобы у нас масочка срабатывала на несколько лиц это тоже возможно ребят так чтобы масочка работала для нескольких лиц так еще закрою дверь чтобы не мешать старшей дочери учить уроки у нее онлайн обучение мы вот сидим с лизой на карантине думаем чем бы заняться и напекли вчера хлебушков льняных льняные булочки смотрите как раз в сторис я делала красивые и я их разрезаю шпигую орехов арахисовой пастой медом в общем для завтрака это шикарно посмотрите как раз в сторис я делала красивую фото это можно посыпать льняными семечками и все это для здоровья очень очень полезно так и вот такие хлебушки готовятся ну вот полчаса они готовятся то есть получается взбиваешь тесто я буквально блендером взбиваю с использованием там сода будет соответственно на соде то есть никаких дрожжей то есть у меня кухня она не предполагает использование дрожжей то есть я стараюсь какие-то бездрожевую выпечку использовать какие-то интерес интересные смеси например цельнозерновую муку да мы любим мама готовит цельнозерновую муку да у нас белой муки нету т.е. у меня только цельнозерновая так где у меня это банка банку уже далеко я уже то что вчера выпекал убрала вот но это не только пшеничная мука это безусловно я люблю гречневую муку я очень люблю например цельнозерновую полбину и вот она интересное такая очень по вкусу в принципе из любой цельнозерновой то есть вообще из любой куб и например той же зеленой гречке вы сами сможете сделать крупу если просто будете использовать например, тоже кофемолку. Причем та же зеленая гречка, знаете, классно ее прорастить. Привет, Танюша, у нас немножко солнца в глаза, потому что солнечный день. И, честно говоря, я вот не совсем вижу даже, что у меня на экране короче творится. И можете использовать например, зеленую гречку прорастить буквально сутки. Я тоже могу рассказать, как это делается. Следите за сториз. И потом мы ее перемалываем на кофемолочке. Получается такая кашица, потому что она пророщенная. Естественно, зеленая гречка такая влажная. И вот эту кашицу, Танюш, можно как раз, вот ты меня спрашивала, можно использовать как основу для оладьев, для блинчиков. У меня шикарно есть там где-то, посмотрите, пост, блинчики зеленой гречки со шпинатом. Выпекать не так легко, честно говоря. То есть, это не такие наши блинчики, которые быстро там пых-пых, они там все отстали, потому что глютен в пшеничной муке высшего сорта содержится. Вот, у меня, видишь, теперь у меня коронки. Вот. И, соответственно, он дает чего нету у нас в безглютеновых смесях и чего немножко лишь, ну, как бы с цельнозерновой мукой, даже в пшеничке, понятно, он глютен содержится, да, тоже в какой-то степени, но из-за того, что она цельнозерновая, с ней тоже достаточно трудно работать. И вот в этих булочках я вообще использовала льняную муку напополам с цельнозерновой пшеничной. Пост у меня уже написан. Я вчера написала текст, написала этот рецепт, записала, я записала видео, как я все это готова, и скоро-скоро это прям вот в первых числах мая это будет прям в ленте. Вот. Ну, я надеюсь, вы читали мой пост про спринг-роллы. Напишите, кто любит спринг-роллы, читали ли вы мой пост. В принципе, достаточно тоже интересная вещь. Спринг-роллы, заходите, читайте. Ну что, начнем сегодня готовить намазки вот для этих булочек. Потому что просто так булочки, они, скажем, конечно, необычные. Это не пушистые какие-то наши булки белые, да, такие вот дрожжевые. Безусловно, достаточно такие, видите, упругенькие, вот. Но они предполагают вот, ну, как бы суховатые, скажем, да, вот есть, если ее просто так вот есть, ее суховатые. Ее бы хорошо вот разбавить какими-то овощами. Мне пришла идея в голову из того, что под рукой, из того, что у меня есть, что-нибудь приготовить. Сейчас я буду это все... Привет, привет. Да, да, привет. И вот это мы все будем сейчас готовить. Что мы будем готовить? Лиза, и чем мне будет помогать Лиза? Значит, это будет... Я сейчас запишу, кстати, коммент прикреплю. Это будет овощные намазки. Так, поехали. Давай, Лизок, я сейчас сначала поставлю так камеру, чтобы мне было овощные намазки для хлебушка. Овощные намазки. И у первой намазки будет основа, это будет отварная свекла. Вот я сделала комментарий, прикрепляю его. Вот, вы видели это все. Можете писать... Спасибо большое. Можете писать свои вопросы, можете... Что вас интересует, где-то уточнять, например. А я сейчас расскажу, что нам нужно будет. Так, Лиза, расскажи, как тебе в карантине живется. Плохо. Плохо? Что тебе не нравится? Я чуть-чуть пуговку застегнула. Здесь мне не застегнула. Ага, чтобы тебе было удобно. Что не нравится? Самое вот такое, которое тебе не нравится вот в этих днях, которые мы сейчас проводим дома. Ну, потому что постоянно надо сидеть дома и на море не выходить. Ну, потому что нельзя ездить на море, да. Потому что нельзя ездить на море. И, конечно, мы здесь в Геленджике. Самое большое страдание это то, что мы, конечно, каждый день... Ну, это не то, что практически. Это каждый день, конечно же, поход по набережной или прогулка на какой-то пляж. Мы гуляем, уезжаем туда, в район Кимпинский, да, на Толстый мыс туда. И, в принципе, нам проводим там вообще все лето. Каждый день, каждый день, каждый день. Ребенок на свежем воздухе. Вот она страдает. Не можем выехать на море, не можем погулять. Так, начинаем готовить. Лиз, ты мне будешь помогать с намазкой, которая будет из зелени. Смотрите, девчонки, мальчишки, это все очень просто. Взбивать это мы все будем. Я покажу свои все штуки, которые мы будем все пробивать. Это элементарно. Итак, мы начнем с зеленой намазки. Это вот петрушечка. 100 грамм вам потребуется. И, фактически, это песто. Но, безусловно, как основа орешки, да, для песто, все-таки кедровые используются. Но, честно говоря, все эти составляющие, зелень, орешки, оливковое масло, немножко чеснока и сыр, все это можно заменять. Что ты? Фартук наденешь. А, фартук наденешь. Все, Лиза пошла за фартуком. Мы сейчас будем все тут готовить. Для меня низковата немножко камера, но я иначе никак не могу. Может быть, мы знаете, как сделаем, ребят? Я вот так приподниму, так, чтобы... Привет всем, да. Ну, чтобы нас как-то вот так было видно. Подождите. Фарточек? Тебе завязать завязать? Давай, сейчас мы завяжем тут фарточек. Она сейчас у него сядет и будет. И будет тоже мне помогать, короче. Давай, присаживайся. Залезешь, не придерешься на барный стульчик. Так, все. Ребенок забрался. Мы еще сделаем выше камеру. Так, чтобы вот так немножечко нас было и лучше видно, и вот немножко с наклоном, для того, чтобы было... Вот так нас, наверное, будет видно просто замечательно. Так. Вы мне тоже напишите, слышно-видно как? Потому что мы стараемся. Вот. Слышно-видно? Слышно-видно? Ау-ау. Итак, будем готовить нашли на маске. Поехали. Это будет петрушка. Петрушку можно заменить изначально, если хотите, это может быть кинза. У меня по этому рецепту есть еще, кстати, как бы по следам песту, есть такой рецепт, как бы кубанское песту. То есть я петрушку заменила на кинзу. И, например, оливковое масло можно заменить, допустим, на тыквенное масло. Там, допустим, на нерафинированное подсолнечное. Но я вам советую использовать, привет-привет, нерафинированные масла. Они очень благостно, то есть хорошо влияют на наше здоровье. И в итоге, девчонки, на наш внешний вид, безусловно. То есть питать кожу, помимо того, что мы там все это масочки какие-то делаем, еще питать нужно себя изнутри. Все. Всем привет. Немножко плоховато виджу, потому что солнце отсвечивает. Не вижу вашей комменты. Итак, поехали. Значит, петрушка. Это будет 100 грамм петрушки. Дальше у нас получаются грецкие орешки. То есть у нас вместо кедровых мы взяли грецкие. Потому что вот сейчас нет возможности мотаться по магазинам туда-сюда. И мы, в принципе, не стали искать кедровые орехи, взяли грецкие. Чем еще можно заменить? Вообще шикарная вещь, если вы сюда возьмете тыквенные семечки. Это 4 столовые ложки, можно даже поджаренных или подсушенных тыквенных семечек. Возьмите подсолнечник, семена подсолнечника. Это будет и дешево, и экономно. И, в принципе, достаточно вкусно. Возьмите грецкие орешки. Так, следующий момент. Что нам еще нужно? Я слежу просто по списку, чтобы ничего не пропустить. Это 50 грамм твердого сыра нам потребуется. Нам потребуется еще чесночок. Нам потребуется еще чесночок. 5 зубчиков чеснока нам вообще достаточно. Ммм, сыр вкусный. У меня пармезанчик. На самом деле, любой твердый сыр подойдет. Потому что, почему именно твердый? Нам нужно его натирать. И вот, пока я все это рассказываю, Лиза у меня будет уже натирать сыр. Можно его на пленкой тёртой, можно на крупной, потому что мы все равно это все будем пробивать на блендере. Так, все будем готовить для блендера. Вот так нас смутит. Видно хорошо. Так, соль, оливковое масло. Все. Но, опять же говорю, оливковое масло, получается, 100 мл. Вы можете абсолютно смело заменить на что-то другое. Поехали, натираем. Пока натираешь потихонечку, вот так вот. Я буду рассказывать о другой намазке, которая здесь тоже будет иметь место быть. И положу, заложу ингредиенты. У меня случилась ситуация, ну, не буквально на днях, а вообще вчера. То есть, у меня сломался тот блендер, которым я все перебираю. Я была очень расстроена тем, что у меня не получается нормально пробить хорошим блендером все эти намазки. Поэтому из того, что под рукой. Итак, показываю, что я использую. Пока Лизка дотирает, что можно использовать. Расскажу о кухонных прибабасиках, короче, которые здесь имеют место быть. Посмотрите, что у вас может быть. Во-первых, может пригодиться вот такой большой блендер. Да? То есть, с большим стеклянным стаканом. В чем неудобство такого блендера? В том, что намазка это обычно немного. Это буквально на один ужин, скажем, на один икос, ну, в рамках 150-никой такой овощной пасты. И такой большой стакан, это просто, ну, много. Это все размажется по стиркам. Вот. Ну, второй стаканчик, который был здесь маленький, у меня он вышел из строя. К сожалению, прям буквально вчера, вот, я стала придумывать, что еще можно сделать. Что может помочь? Ну, во-первых, это может нам помочь блендер вот такой погруженной. У меня, кстати, Vitec погружной блендер. Его очень люблю. Посмотрим, как будет он справляться с моими ингредиентами. Так. И есть у меня вот тоже нашла такой блендер. Это, правда, уже от другого блендера. Это тоже насадка, как бы, от погружного блендера. То есть, видите, да, что сам блендер, вот он. Здесь открывайки. Слушайте, я защелкнула, и не могу даже отходить. Отчелкнула. Это тоже насадка от погружного второго блендера у меня, которая очень легко вот сюда, видите, на такую насадочку, на крышечку надевается. И, то есть, по сути дела, вот в таком блендере тоже можно проводить разные вот эти вот перебивания каких-то паст, овощей, лук, например, помельче пробить. Вот. Но мощности, честно говоря, не совсем хватает, например, чтобы пробить орешки. Вот для пробивания орешек, орешков, или семечек, я использую кофемолку. Ну, я вообще обычно Мулинекс кофемолка. Вот кофемолки, они все-таки по мощности сделаны по мощности выше, во-первых, и сами по себе зубцы, вот эти вот лезвия, да, ну, как-то вот у меня здесь покрепче у кофемолок, сколько у меня не было, я, да, несколько они у меня две, я всего лишь поменяла, то есть, они достаточно крепкие, потому что рассчитаны на кофейные зерна, и даже если это будут орешки, ну, естественно, очищенные орехи, то вполне себе нормально это все работает. То есть, я все подключила, в общем, где-то точно мы все это будем взбивать, и где-то нужно мы заберем. Так, следующий момент. Следующий момент, и, конечно, если мы работаем с погруженным блендером, то нам пригодится вот такой вот стаканчик, то есть, это нужно будет, это может быть любая посуда, если нет стакана, возьмите кастрюльку, ну, то есть, ничего страшного, все, что угодно, может, имеет место быть. Вот, то есть, это по технике мы все с вами заготовили. Теперь мы смотрим, что же нужно для того, чтобы приготовить. Я буду складывать все сразу же, вот в такую, попробую вот здесь, как у меня взбивается. Нож вам нужно будет сразу опустить в чашу, вот таким образом. Вот. Ну, как мы поступим с зеленью? Давайте, сейчас я вам покажу, как мы поступать будем с зеленью. Желательно, чтобы зелень, во-первых, была помыта. Второе, это, конечно же, нужно обрезать самые такие жесткие палки, стебли. Мы это все убираем. И саму эту зелень мы нашинкуем немножечко нельче. Так, сейчас я разверну вот так, чтобы был некий процесс у меня здесь. один уберу лиски прибамбасники тоже в сторону. Так, все. И буду брать вот эту зелень. Ее да хватит все, нормально ты натерла, вообще шикарно натерла. Мне Лиска здесь натирает. Вот уже, как-то там показывай. Натерла уже, показывай. О, ну все, шикарно натерла, да. Я здесь нарезаю зелень. О, нормально, ну и куча, да. Зелень я нарезаю такими кусочками где-то ну, два сантиметра и закладываю в блендер. То есть, заранее, пожалуйста, переберите эту зелень, уберите плохие какие-то веточки и сделайте немножко мельче. Потому что стебли, они перебиваются, бывает, что тяжко и волокна могут мешать. Вот если я вижу, что это достаточно все-таки толсто, то я даже можно, скажем, убрать в сторону. так, чуть-чуть на себя дам, чтобы было видно. Ну, очень хорошо эти намазки работают как перекусики. И это полезные, безусловно, перекусы. Если вы возьмете себе, например, за правило покупать цельнозерновой хлебушек, либо выпекать, например, мы говорим о том, что сейчас в магазинах очень большой выбор. Вот так вот делаем. То есть, понятно, что я делаю. То есть, если вы... Да, привет, привет. То есть, я нарезаю петрушку, у меня 100 грамм петрушки, да, уже понятно, что я делаю, я уже не буду там скучновато, наверное, смотреть просто на руки. Ну, что, помыла ручки, да? Вот, мы нарезаем петрушку для песты и складываем вот в такой блендер. Ализа натерла у меня здесь сыр. Ну, вот. То есть, если возьмете такой целенозерновой хлебушек, уже сделаем, ну, так нормально, то такая обычная намазка достаточно полезна. Можно обойтись, если нет у вас сыра, то тогда возьмите просто зелень, лимонный сок, к примеру, чеснок и оливковое масло, тоже перебейте без сыра, и у вас получается соус чимичури. Вот. Он хорош к курочке, то есть, вот к котлеткам, там, вот к любому мясу, чимичури, это, конечно, у него мексиканские корни. В общем, острый соус, такой чесночный, чесночка там достаточно много. Нормально? Действительно, слышно? Итак, нарезаем зелень. Я бы рекомендовала сначала сделать именно пасту из зелени, такую основу, да, и потом уже положить все, ну, с оливковым маслом, например, с солью, чтобы зелень пустила сок. Вот. И уже, скажем, все остальные ингредиенты, например, сыр там, да, это можно уже в конце. Так, петрушку мы с тобой приготовили. Как ты развлекаешься на карантине, рассказывай. Теперь я нарезаю чеснок. Смотрите, вот у меня, ой, вся уже в зеленых штучках. Короче, берем пять зубчиков чеснока, можно даже помельче вот сюда сделать, вот так показать. Нормально там. Ну, за комментами, конечно, не очень видно, но я думаю, что, в принципе, понятно, чеснок вам тоже нужно будет нарезать. Не сильно мелко, ну, на несколько частей. Почему? Потому что, если вы целиком в блендер положите, есть шанс, что он у вас не пробьется. И так останутся дольки. Они как бы, как, знаете, скользить скользить там внутри. Все. Итак, мы сделали по средам у нас всегда 15 часов кулинарный эфир. Приходите. Посмотрите, что у нас получилось. То есть, это зелень и чеснок мы уже положили в блендер. здесь также можно добавить орешки. Что сделаем мы с орешками? Так, это у меня уже чеснок для другого соуса. Что сделаем с орешками? Вам нужно помыть, перебрать. Вот, если попадаются какие-то скорлупочки, убирайте в сторону. но это вам не нужно. Тщательно. И орешки, в принципе, тоже можно как бы тоже нарезать на две либо на три части. Опять же, чтобы все хорошо перебилось. Это все зависит от блендера. То есть, вот у меня очень мощный блендер, который вчера сломался. Вот. Я ему доверяла. То есть, я вот таким образом не мельчила продукты и, в принципе, сразу закладывала туда все. и все. Сильно не будем мельчить. Так, посмотрим, как это все будет перебиваться. Часть орехов положила сюда. Вот смотрите, здесь те орехи, которые положила в блендер, они крупно не пробьются. По всей видимости, я так специально сделала часть орешков, хочу пробить прямо в пасту. И это будет у меня паста в кофемолочку я сделаю. Так, что мы еще сюда добавляем? Положили сыр, потом чеснок, соль, оливковое масло. Итак, у нас осталась соль, значит соль, 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 вот у меня соль, соль, это может быть например, ну у меня любовь особая, это розовая гималайская соль, вот эта соль, это гранатовая соль, такая она розовая, здесь на, в общем, еще южные специи добавлены, очень вкусно пахнет, вот такая вот соль, ну можно обычную соль, соль, нравится тебе, нравится, тебе это пахнет, она нет, нет, вы знаете, у нее такой запах, ну такой легкий запах, потому что это соль в основном, и гранат, гранат, мелко порубленные, там такие штучки, гранатовая соль, возьмем нормально, вкусно, можно выбрать, ну или сказала, можно брать, в общем посолим всю вот эту вот вещь, всю эту красоту, кстати, вы можете посолить еще потом, или например, если хотите немножечко вкус поменять, то вы можете добавить например соевый соус чуть-чуть, так, ну поехали, я сейчас это все сделаю на, вот в этой зоне, в рабочий, где у меня собрались все мои блендеры, и сделаю вот конюшку, часть, видите, да, сейчас я сделаю это все дело повыше, вот таким образом, часть орешков я положу просто в кофе, муку, чтобы получилась у меня паста, в общем, все буду сегодня использовать, у меня не получилось закупиться тыквенными семечками, к сожалению, но у меня и не, я хотела кедровые орешки, то есть тоже в магазине оказалось, но понятно, что сейчас, в общем, такие условия, что то, что есть, то берешь, поэтому не бойтесь, песта заменять какие-то ингредиенты, зелень, петрушка можно заменить и на кинзу, в конце концов, сделайте укроп, возьмите базилик, то есть я, в принципе, изначально классический рецепт это базилик перебитый, то есть сейчас пары, пара, вернее, базилика, да, или вы как у нас фиолетовый базилик реган, который продается на наших южных рынках в огромном количестве, сейчас он достаточно дороговат, я бы так сказала, это еще мягко сказано, что он дороговат, поэтому, в принципе, любая зелень, вот самый классический вариант замены, прям петрушка, она классно работает и здорово, если получится несколько веточек кинзы добавить, тоже здорово, я из кинзы сделала, но я, видите, как кинзу, например, с тыквенными семечками смешивала, вообще, кстати, очень классно получается, итак, поехали взбивать все, сейчас мы все включаем, включаем, пробиваем, так, закройте ушки, заранее пробиваем немножко арене, чтобы клендеру было легче исправляться, все, так, еще несколько шпичек осталось, самые твердые орешки не хотят у них перебиваться, но это ничего страшного, любой твердый орешек можно просто съесть, да, дай мне ложку, Лиз, пожалуйста, вон у тебя ложечки, все, теперь мы берем вот эту смесь, перекладываем орешки в нашу зеленую овощную намазку, вот таким образом, все, и в принципе у нас софимолка, я так понимаю, больше не потребуется, я ее убираю, без чего нельзя начинать пробивание, без оливкового масла, если у вас нет оливкового масла, вы любите, употребляйте какой-то другой нерафинированное, то можете добавить, это может быть, например, тоже тыквенное, льняное, оно все-таки особое, с особым таким привкусом, да, я не очень люблю льняное, опять же, кто-то не любит оливковое, сделайте, ну, с подсолнечным нерафинированным, но это тоже будет интересно, почему нет, можно семечки смешать с укропом, то есть, понятно, зелень, да, любая может быть зелень, заменяйте, семечки, орешки, любые тоже могут быть, зелени 100 грамм, орешков 50 грамм, где-то вот такая горсточка, чеснока 5 зубчиков на 100 грамм зелени, соль, щепотка соли и оливковое масло, давай мне лезть оливковое масло, сейчас я буду туда наливать, у меня будет оливковое масло, значит, где-то 50 миллилитров нужно будет налить, немало, и для пользы дела я еще возьму льняного, прям самую граммочку-граммочку, чтобы не перебить вкус, а просто, скажем, пользу, принести пользу самой себе, у меня сейчас пришла идея в голову, кстати, знаете, сейчас совсем момент, это семена, вот вы всегда можете добавить такую алипо, кунжута, это тоже очень хорошо, да, и даже если они целиком не перебьются, но у меня, кстати, действительно, скоро хост будет о льняных булочках, и пользу льняной муки и льняных семечек, я там буду об этом рассказывать, это просто без пользы, особенно для тех, кто страдает какими-то заболеваниями желудочно-кишечного тракта, льняное семя, это просто вообще бомба, кстати, значит, люди, веганы, кто не употребляет продукты животного происхождения, могут использовать себе на заметочку, это семена, чья ли, бессимина льна, могут использоваться вместо яиц в выпечке, тогда семена льна нужно обязательно пробивать заранее, значит, заливать водичкой, и они, когда постоят, то есть, получается такая желеобразный такой киселек, вот этот вот киселек может вместо яйца использован быть в выпечке, также можно поступить семенами чья, только их не надо перебивать, вы сразу берете семена чья, заливаете водичкой, лучше всего, ну вот я кипяточком заливаю, тогда это как-то быстрее все эти процессы, и все, и постояло, и у вас получается такая вот, ну тоже кисельчик, да, чем еще можно яйцо, например, в таких вот вегатской выпечке заменить, бананчиком, да, и бананчик, кстати, хорошо заменить, то есть, можно сахар туда не добавлять, если вы, например, бананчик добавите в зеленую. Так, ну что, поехали. Здесь у нас все готово, весь процесс, ну, честно говоря, опять же, придется вам закрыть ушки, так, сейчас посмотрим, как у нас все это проблется, ну что, Лиса, получится, думаешь? Вот, поехали. Привет, привет. Что мы теперь делаем? Смотрите, нужно будет время от времени вот таким образом, там пробивается, как бы на дне, опять же говорю, от блендера зависит, да, от стеночек, убираем пасту к центру. Так, Лиса, а ты мне знаешь, что пока сделать? Достань, пожалуйста, свеклу из холодильника. У нас еще будет свекольная намазка, у меня уже отварена свекла, она натерта на терке. Вот, поставь ее пока здесь, сейчас не будешь подавать. ты можешь сюда даже вот встать, если хочешь, там даже, вот так можем подальше поставить, чтобы у меня визу была видна, то она мне сегодня помощница. Привет, привет. Да, и ты мне будешь помогать, если что-то подать мне нужно, будет с того стола. Хорошо? Ты можешь попробовать, сделать? Можно же. Убираем. И опять нам нужно будет придавить. Да, придавить, немножечко размешать, потому что он нам блендерит все только вниз. И нам нужно, чтобы общая была такая ситуация. Как бы немножечко. Итак, ну, ребята, это все вообще от блендера зависит. Можно погружным. Я вот сейчас вторую пасту сделаю погружным блендером. Так, ну, давай, работай. Так, смотрим следующее, да, что у нас тут получается. Так, ну, уже, вот смотрите, то есть зелень, она измельчается, да, мы ее, опять же, от стеночек, не хватает мощности у моего блендера, чтобы сразу это в полпенька сделать, но, опять же, ничего страшного. Теперь смотрите, вот на этом этапе можно добавить еще оливковое масло. вот если оливкового масла будет достаточно, вот так, я думаю, достаточно, то это все пробьется гораздо быстрее. Все, закрываем, поехали. низко пробивает, еще раз давай, давай, такая сама. Да, стоп. Все, убираем. опять же, от стеночек, вот так, и дальше продолжаем процесс, у нас почти все готово, кстати, могу сказать, что у нас уже почти готово. Значит, вот на этом этапе, видите, когда уже почти все готово, варенье, дай, пожалуйста, сыр, который ты натирала. Так, сейчас мы будем сюда добавлять сыр. Сюда? Да. Я просто добавляю сюда сыр. Вот так. Мама, а для чего нам сыр кладет? А это будет вторая намазка. Мамя. Вторая намазка. Так, поехали, давай. Хватит. ну все, поехали на место встаем. Итак, у нас, в принципе, ребят, все готово. Я сейчас покажу, я сейчас покажу, что у нас получается на этом этапе. и мы уже остановимся и будем уже свекольную делать, чтобы вам понимать, как бы дать, дать уже наводочку, да, что должно получиться, чтобы вот такая получается паста, и ее еще мы будем добивать. Да, уже в конце, я просто боюсь, чтобы у нас времени хватило, во-первых, у нас еще свекольная намазка, и нам хочется все успеть, чтобы зелень стала достаточно мелкая. Вот такая вещь, то есть, классно на булочку, и очень это классная добавка к макарончикам, то есть, потому что это, в общем, это песто, это итальянское блюдо, и к любой, там, ну и, то есть, на бутерброд, да, вы можете это использовать, например, для салата, просто если нарезали помидорчики, огурчики, то вот такой вот, например, вот такая паста, она очень классно будет тоже работать как заправка, то есть, тоже классно, да, и третий момент, где это можно использовать, это, например, добавить в свой гарнир, в крупу, например, в любую, которую вы сварили, ту же гречку, то есть, старайтесь еще мыслить, ну, нетрадиционно, потому что здесь, в принципе, что здесь все очень вкусно, это зелень, основа, да, зелень, орешки, оливковое масло, сыр, немножко чесночка, ну, мы, в общем, такую вещь можем добавлять куда угодно, и даже на бутерброд, если вы делаете горячие бутерброды, запекаете, это тоже круто работает, смотрите, в такую штуку, что еще можно сделать, можно добавить сыра побольше, и можно натереть даже моцареллу, выложить на хлебушек, и даже под запечь, тогда моцарелла потечет, сыр запечется, и это будет вкусно, горячий бутерброд, в общем, песто рулит, можете использовать для любых макарончиков, для любых гарниров, заправки в салат, и так далее, и так далее, мы еще его добьем, то есть, смотрите, вот эта ситуация, это не конечная ситуация, просто время есть у эфира, и у нас сломался хороший блендер, так что будем исходить из этого, так, поехали, что у нас еще нужно, вот теперь я буду работать погружным блендером, и просто у меня будет такой стаканчик, я возьму, так, сейчас мы приведем здесь все в порядок, а тут не показали, просто, слушайте, у нас такой каварзак, уже творится на столе, что это все прям, еще и надо в эфир показать, чтобы у нас был порядок, визор, подвинься к нам поближе, и будешь сейчас мне все подавать, и так, первое, что нам потребуется свекла, так, я сейчас тебе даю ложку, и ты выкладывай половину свеклы, вот сюда, я вам сейчас расскажу рецепт, который здесь будет использован, а вы уже можете записать, как бы, и потом просто посмотреть процесс, и так, свеколка, у меня получается две штуки свеклы, далее у меня получается также грецкий орех, смотрите, свекла с грецким орехом, с чесноком, кто любит такой салатик, когда мы берем свеклу, натираем, туда чесночок, туда идет, соответственно, да, лимонный сок, вот сюда, нормально, да, накладываем, вот, чесночок, и всем чем мы заправляем, чем? Майонезом, да, но мы майонезом не заправляем, потому что, моим детям не повезло, вот, ну, если, как бы, я даже домашний майонез, честно говоря, не, ну, не ем, не люблю, и я тем более, очень редко покупаю, но уж если, вот, классика, захотелось, прям, вот эту оливьешку классическую, испомнить детство, ну, вот здесь я, в общем, разрешаю, там, ну, это, в общем, недостаточно, не часто, и так, у нас свекла, это отварная уже свекла, и я ее нашинковала, ну, натерла на терке уже заранее, чтобы нам время не тратить, остудила и натерла, много не буду делать, я возьму вот так вот половинку, дальше сюда идут тоже грецкие орехи, логично, логично, что можно сделать с грецкими орехами, грецкие орехи можно порубить ножом, либо порубить опять на той же кофемолке, я ножом рубить не буду, я положу горсть грецких орехов прям сюда, и попробую испытать свой погружной блендер, как он на это все отреагирует, так, и обязательно смотрите внимательно, вот у меня скорлупка, чтобы не было скорлупок, орешки всегда, даже из пакета, которые покупаете в магазине, обязательно проверяйте на предмет вот этих вот скорлупок, убирайте, чтобы они не попались на зубок, дальше промывайте, и я посушила, ну, в духовке посушила немножечко, чтобы они такие, ну, как бы иллюзия такой поджаренности была, но не жарила сильно, хочешь орешку? Да. Ну, лучше. Мне тоже. Так, поехали. Следующий логичный момент, как вы думаете, что может быть еще ингредиентом к этому салатику? Напишите. Если это свекла, грецкий орех, то какая может быть логика, что можно еще использовать? Думайте, пишите. А я пока дальше вам показываю, какие здесь ингредиенты. Все приготовили. Так, свеклама больше не нужна. И пока я делаю здесь какие-то действия, и вы не видите, я жду, что вы мне напишите, какие же здесь еще могут быть ингредиенты. Я их пока все готовлю. Я пока все готовлю. Так, все я приготовила ингредиентики. Смотрите, у нас будет лимончик, у нас будет еще чесночок, то есть свекла, чесногрецкий орех, это вот логика. И еще будет хмели-сунели в качестве приправы. Так, здесь можно тоже использовать, в принципе, масло какое-то нерафинированное, тыквенное хорошо идет, масло виноградных косточек, шикарное. Оно, знаете, оно не дает сильно вот такого привкуса. То есть, если вы не любите тоже оливковое масло, у меня вот подруга не любит оливковое масло, шикарное масло виноградных косточек, очень полезно. По цене то же самое, что у них. Сейчас покажу, что я делаю. Лиза, что ты делаешь? Лиза, есть лимон? Лиза, есть лимон? Пока, короче, я тут распинаюсь, она у меня лимончик поджирает. Ты любишь лимон, что ли, да? Да. Итак, поехали. Лимончик мы выдавливаем. То есть, две свеклы записали? Две свеклы, 50 грамм грецких орехов, сок половинки лимона, ну, посмотрите, там, две где-то столовых ложки. Можно брать концентрированную, если у вас дома нет лимона, а есть бутылочка концентрированная. Я же тебя вижу, вот так все, что ты делаешь. Так, смотрите, немножко хмели-сунели, по вкусу. Но вот хмели-сунели, это дает такой южный колорит. То есть, грецкие орехи и хмели-сунели, это такой кавказский, я бы сказала, колорит этого блюда. Безусловно, нам потребуется чесночок. Но здесь я его беру немного. Это будет две, два зубчика. Тоже можно его вот, как бы подрубить немножечко, чтобы потом он легче весь пробился. Так, свекла, грецкий орех, чеснок, я сказала, хмели-сунели, щепотка, соль, соль-соль-соль. Смотрите, я тоже беру гранатовую соль, да? Как и лимончик, вы живёшь? Вот. Я беру гранатовую соль, соль может быть любая, на ваш вкус, это может быть розовая. Потом можете посолить по вкусу уже на свой на хлебушек. Это вообще без проблем. Так, что ещё требуется? Маслица, лимонный сок, маслица. Ну, опять же, я беру оливковое. Сегодня у меня щедрано оливковое масло. Вот это всё с хлебушком, намазать на хлебушек, с оливковым маслом. Это такая польза, это будет такой бомбический ужин с мяными булочками у меня сегодня. Это просто песня. А так, слушайте, ребят, лист, где у нас чернослив? Вот, лист, ты его уже не достанешь, здесь он у меня позади. И нам потребуется распаренный чернослив. Ну, свекла с черносливом, круто, очень, то есть, работает, для работы кишечника. Я солью водичку, то есть, у меня чернослив, он был заранее промыт и запарен. Ну, 15-20 минут, как хотите. У меня, вообще-то, он уже стоит часа два. Ты хочешь чернослив, да? Он стоит часа два. Вот знаете, почему? Всё-таки подольше, чтобы он прям мягкий-мягкий был, потому что мы не просто в салаты перебиваем это всё в пасту. Тоже вам советую разрезать это на кусочки помельче. Ну, там, напополам, разрежьте. Это будет нормально. Всё. И тоже мы туда всё накладываем. Слушайте, ну, вот с блендером, там ситуация с погружным, Лиска, я тебе уже, наверное, не доверю. Не доверю погружной. Сейчас, ребят, мы всё тут просто уберем. Перед тем, как всё показать, как что будет происходить, ну, чтобы как-то здесь привести всё в порядочек, я разворачиваю вот туда, пока Лиза ест лимон. Пока Лиза ест лимон, я буду работать блендером. У меня вот электрическая розетка, она вот здесь. Мне здесь работать будет удобно. лишнее убираем со стола стоп. Убираем какие-то листочки тут тоже некрасивые, то есть, делаем всё чистенько. Так, и попробуем поработать погружным блендером. А вы мне пока напишите, всё ли понятно, вот сейчас, что здесь происходит. Так что, у нас сегодня тема, смотрите, овощные намазки. И мы работаем с двумя овощными намазками. Это, по сути дела, песто, но только это не базилик, а потому что базилик сейчас дорогой. Я просто взяла петрушку. А также кедровые орешки достаточно дорогие. Все думают, ну вот, что же делать, ничего страшного. Смело заменяйте на любые другие орешки, заменяйте на семечки. Вот знаете, шикарное какое песто, когда кинза смешивается с тыквенными семечками. Масло может быть тыквенное, если не любите оливковое масло, тоже может быть любое. Если нет у вас пармезана, твердого сыра, возьмите наш советский, горный там, или что-то вот такое, да, и это тоже будет нормально, вкусно, замена. Это получается, ну, соль там тоже не забывайте. Я все в конце скажу еще, что я использовала. Еще раз по ингредиентам пробежимся. Запольная намазка тоже, опять же, отлично для пищеварения. Это свеколка, чернослив, это оливковое же масло, но опять же может быть любое. Это чеснок, это грецкий орех. Так, ничего не забыла, лимонный сок. Поехали. Сейчас мы закрываем. Лиска у меня сбежала, отдыхает, потому что она забрала лимончик и сбежала. А я сейчас буду вот это вот аккуратненько, вот смотрите, будем работать погружной. А так вот погружной, то можно, в принципе, заранее свеклу уже натереть. То есть у меня отварная свекла уже натертая. Все это, чтобы попроще было. А все почему? Потому что хороший блендер у меня с ломасой. Ой, как шикарно. Слушайте, погружной просто шикарно получается. Гораздо даже проще, чем вот эти. Мне кажется, что я после эфира все вот это вот помою и просто в другом стакане перебью погружным вот эту зелень. Наверняка это получится лучше. лучше. Ну вот, все. Считайте, уже все готово. Вкус нужно поправить способом. Это как хотите. Уже можете поправить даже. Все. Так. Все. Ребят, все готово. Я готова пробовать. Лиза, пойдем пробовать. У меня сейчас близко будет пробовать. Так. У меня здесь надо взять чистую тоже ложку. Садись. У нас уже все готово. Это можно на хлебушек взять. Это можно на булочку. Так. Давай на возьмем, например, на булочку. Так. Итак. Я вчера спекла льняные булочки из льняной муки. И скоро будет у нас рецепт уже. Так. Нас видно? Нас видно хорошо? Льняные булочки. Сейчас я разрезаю булочку. Для пищеварения. Все отлично для пищеварения. Вот такой кусочек. И мы возьмем на дегустацию. То есть нам нужно будет несколько кусочков просто так тарелку. Возьмем просто тарелочку. Вот такую, да? И я здесь делаю несколько кусочков на дегустацию. Это будет четыре кусочка. Значит, один мы смотрите, у нас получилась вот такая свекольная намазочка. И я вот так беру с ложечки. Слушайте, офигенно. Соска, да? Да, да. Свекольный салат, если вы любите, то это тема. Грицкий орех. Я это все хочу съесть. Коже такое? Вообще вкусно. Вкусно? Вкусно? Ну, значит. Ну, вот ребенку ложку дали такой свекольной штуке. все у него будет в порядке со стулом, со здоровьем, все дела. Мы еще будем добивать, конечно, прессу, но попробовать его уже можно. Просто не совсем еще мелко добилась. Опять же, потому что блендер нам вот как бы получилось так. Так, я сейчас попробую. Слушай, это классно вообще по вкусу, это обалдеть. чесночок. Чесночок, зелень и пармезанчик. Вкусно и остро. Остро, но потому что чеснока здесь много. Можно чеснока, я положила 5 зубчиков, вы можете чеснока положить, например, 2 зубчика, да, зубчик. Но смотря, вот я, например, сырой чеснок не очень люблю сама, но просто когда идет песто в сочетании с сыром, в сочетании с зеленью, с оливковым маслом, получается шикарно. Итак, ребят, мы готовили сейчас с вами 2 овощные намазки. Сейчас мы с вами пробежимся по рецептику. Я сейчас прям все это вам зачитаю, пока Лиза опять лимоном здесь занимается. Вот, пробежимся по рецептику. И, да, привет, привет, я вообще не могу ничего дотянуться, поэтому, ребят, вы уж простите. Поехали, записываем. Итак, у нас свекольная намазка. Это, у меня там еще блендер торчит, вот она, на булочку, на такая вот свекольная паста. Вам потребуется 2 отварных свеклы, грецкого ореха 50 грамм, 2 зубчика чеснока, щепоточка хмели-сунели, соль, перчик по вкусу. То есть, еще можно, например, у меня вот здесь стоит перчик, я просто не перчу себе, а, в принципе, потом на хлебушек можно вот поперчить. Нормально это все будет, в общем, сочетается. В идеале, если это будет, например, оливковое масло, 3 столовых ложки, либо, например, возьмите тыквенное масло, тоже шикарное, полезное, можно капелюшку льняного, даже чайную ложечку. Как раз то, что чеснок, он у вас вкус этого льняного масла забьет. Вы его, например, не любите, да, я его не люблю, я его вообще не люблю, но оно жутко полезно, тем более, с льняной булочкой, это будет тоже, теперь тебе коронка, на, тебе коронка, теперь достанься. Лимонный сок, то есть масло, 3 столовые ложки, записали, да, лимонный сок, 2 столовые ложки, и чернослив, 5 штук, чернослив распаренный, распарьте заранее, чтобы он прям мягенький, мягенький, для того, чтобы в блендер все это шикарно поместилось. 100 грамм кинзы, это вторая намазка, уже овощная, с зеленью, ну, такое а-ля песто, как бы, да, но я не берусь за какую-то классику, потому что, классика, это базилик, кедровые орешки, поэтому я бы сказала, что это овощная, такая, намазка из зелени, а-ля песто. Кинза или петрушка, хотите укроп, это 100 грамм зелени, а-ля орехи, 4 столовые ложки, это может быть грецкий орех, это может быть фундук, на ваш вкус, это может быть тыквенные семечки, это может быть семена подсолнуха, пожалуйста, 3-4 столовые ложки, уже все промыто, подсушено, если хотите, можно даже поджарить. Нет, нет. Дальше, 50 грамм твердого сыра, 50 грамм твердого, это мы уже, ребят, кто присоединяется, мы уже просто заканчиваем, да, я уже перечисляю, привет, привет, да, мы уже заканчиваем, все приготовили, уже разбегаемся. 50 грамм твердого сыра, сказала, сказала, это лимон, 5 зубчиков чеснока, и соль и оливковое масло, ну вот в овощной намазке свекольной, в песто, оливковое масло, аж целых лилитров, и если вы не любите оливковое масло, или там экономите, да, на оливковом масле, или еще что-то, вы можете брать другое, любое, вообще, подсолнечное масло, которое вы любите, нерафинированное, желательно. Так, ну вот, овощные намазки, овощные намазка, смотри, я написала вообще, овощные намазки, ошибку, видишь, сделала, овощные намазки надо было, мне его надо писать. Мы завершаем эфир, приятно, что вы были с нами, кто был и поддерживал, это очень круто, когда кто-то из Визирии смотрит, да, это прикольно, даже, Лизка-то ресницы накрасила, что ли? Катя накрасила, Катя ей накрасила, короче, ресницы, ну это вообще, ты готовилась к эфиру? Да? Хотела быть в эфире? Ну это будущее блогера, наверное. Ты будешь, ты хочешь быть блогером? Да. Да? Как мама? Или никак, мама? Ну может, никак. Никак, мама. А каким? Не знаю. Пока еще не решила? Может, ты будешь тревел-блогером? А это как? Ну это путешествуют, которые блогеры, путешествуют по разным городам и рассказывают, где они были, что они ели. А может, бьюти-блогер еще есть? Не-не-не, ну как-то там спортивный. Спортивный? Спортивный блогер? А, гимнастику пока, фитнес? А, фитоняшка, что ли? Фитоняшкой будешь, да? Возможно. Возможно. Она хочет быть фитоняшкой. Ну это, чтобы, это самое, такой красивенькой и так вот с попкой, да? Прикольно. Да, ну в общем, такой у нас был эфир. Спасибо, что поддержали. Всем спасибо, да, свидание, потому что мы уже, в общем-то, здесь час, час подходит к концу. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok